Как открыть коммерческую баню и сколько на ней можно зарабатывать? Как почистить дымоход, если снизу чистилки нет, а длина дымохода 3-4 мм. Накопите вы на эту баню за 10 лет, так как старая у вас, ныне существующая, красивая, сгниет. Нету берез, как у нас туда везде, и дрова там не продаются. Но человек с дровами живет бесплатно. Вот оно стоило 20 тысяч рублей, сейчас его стоимость 30 тысяч рублей. Друзья, всем привет, с вами канал Живая Русская Баня, меня зовут Владимир Фремов. Ну вот сегодня с Костей в бане парились и решили, наверное, пора уже. Пора уже сказать о том, что мы записали курс по коммерческой бане. Кому она нафиг нужна, коммерческая баня? Может так назвать? Кому она нафиг нужна? Короче, в общем, сейчас Костя расскажет, что в этом курсе, для кого он нужен. Что полезного человек приобретет за те деньги, которые стоят курсы. В общем, подробненько сегодня расскажем про курс по коммерческой бане. Как открыть коммерческую баню и сколько на ней можно зарабатывать. Раз баня коммерческая, значит, ну вот мы, точнее, если курс уж про баню, вот мы в бане его и снимаем. Так что, погнали, слушаем Костю. Артема сегодня нету, мы снимаем вот на две камеры. Я сейчас камеру возьму и буду тоже Костю снимать. Так, ну что, те, кто решил зайти в банный бизнес, будем говорить, наверное, так, да, рискуют своими, скажем так, средствами довольно-таки очень большими. И чтобы исключить или минимализировать эти риски, мы подготовили, чтобы в районе 40 серий до вас получилось. Не помню точно. Сейчас вот здесь вот на экране будет подписано, сколько серий, сколько гигов. В районе 40 серий и где-то 30 часов мы отсняли видео, в котором я честно делюсь, рассказываю о всех подводных камнях, которые вас будут ожидать за ваши деньги. То есть многие думают, как бы легко и просто поставил баню, клиент там пришел, затопили. Но, к сожалению, это не так. И многие на канале меня ругали, там, что ты там боишься конкуренции, там, все это не так, все гораздо проще. Вот, я рассказываю о всех ошибках, которые допускают, в принципе, и те, кто входит в этот бизнес. О тех ошибках, которые уже совершают те люди, которые уже находятся в этом бизнесе. Потому что, как сказал Дмитрий Добровольский, банный бизнес – это больше такие расходы для того, чтобы показать, насколько ты крут, наверное, что банный бизнес не приносит сильно денег. Так вот, чтобы он приносил деньги, нужно выполнять целый ряд рекомендаций и строго их придерживаться. Если этого не делать, то те самые миллионы, которые вы вложили, будут, так скажем, приносить вам убыток, а не прибыль. Вот, не спеша, подробненько, в течение 30 с лишним часов вы поймете, куда вы идете. Основная цель видео – это дать вам понять, надо ли вообще это вам все. Дать вам понять, поносить эту ношу временно, что это не те расходы, о которых вы думали и мечтали. Это не тот штат людей, о котором вы думали, что там я один справлюсь со всем и дрова подкину там, и просто не выдам. К сожалению, таких рентабельных бань почти не существует. Вот. И, соответственно, просмотрев не спеша данный видеоматериал, вы примете для себя решение, что надо вам это, не надо. Возможно, вы скажете, нет, спасибо, не надо. Другие люди, наоборот, вдохновившись, скажут, блин, здорово, мне это надо, я хочу не работать, а жить в бане, к примеру, да. Вот. Люди бывают разные, соответственно, вот этот материал, как инструмент для того, чтобы вы взвешили свои силы, возможности и желания. Плюс там же даны сразу же решения. Конечно же, не все, потому что все решения предусмотреть невозможно. А искусственно я как бы создаю проблему, озвучиваю ее и даю пути решения. Ну, такие маленькие примеры давай я приведу, чтобы люди, ну, как бы думают, что, наверное, и так все ясно. К примеру, как почистить канализацию в белом костюме и не замараться. Представляешь такое? Такое бывает в нашей жизни, да? Стоит колодец трехметровый, к примеру, там на дне листья там за год скопились, да, там сено, солома, еще какие-то вещи. Как его почистить? Вот сколько я людям? Задаю вопрос, никто не ответил. Или как почистить дымоход, если снизу чистилки нет, а длина дымохода 3-4 метра. И он работает. Ну, мне кажется, у людей на начальном этапе больше возникает вопрос, а где взять клиентов? Ну, это тоже мы все говорим в этом курсе, да, кстати. То есть не все так шаблонно и логично, как многие думают. Когда мы даем, как бы, вот эти вот ответы, люди понимают, что стандартно вот этим общим напором, хапом, или как сказать, не пройти в этом бизнесе. То есть все, как обычно, приводит, к сожалению, к печальным результатам. Вы можете посмотреть там на какие-то бани, которые уже 3-5-6 лет отработали, там развития нет. Ты скажи по цифрам, сколько с бани можно зарабатывать денег? Ну, вот, чтобы вот в этом уже видео люди, допустим, понимали. Если у вас что-то не получается, да, к примеру, то есть вам не хватает знаний. Если у вас есть знания, то вы можете их неправильно использовать. Если вы используете знания, они у вас есть, вот эти составляющие впадают, то у вас есть желание, какие-то цели, вы можете сделать 100 годовых запросто. То есть с одной бани вы можете сделать 100 годовых. Ты имеешь в виду, окупить баню полностью, вложить в баню миллион рублей и... Меделю назад я был у Андрея Петровича Любова, представлял там одного интересного человека. И мы так же просидели часа два, пили чай. И Андрей Петрович признался мне, вот как бы даже по его цифрам, что вот он в декабре заработал 3020 тысяч, кажется, 350. Но, тут большая ремарочка, он говорит, я чуть не сдох. То есть он работал световой день, два захода, к примеру, там по пять часов. С учетом всех расходов он заработал там 300 с чем-то тысяч, да? О каком миллионе ты говоришь? Участок купи, электричество подключи, там газ не газ, дрова, помыть. Вот это же все тоже денег стоит, венички там, полотенчики, там медок. Расходов на самом деле много. Мы там заявляем в районе 70 статей расходов. Если их заранее не учитывать, то у вас будет неправильное ценообразование. Если у вас нет списка так называемых ТОшек, что такое ТОшка? Это тот сервис, который необходим, к примеру, там насосу, там не знаю, окошку, замку. Ну, к примеру, вот раз в месяц я должен подойти, да там ВДшкой побрызгать петлю немножко другие петли. Никак здесь не из алюминия, а из нержавейки. То есть я делаю все по расписанию, то есть техническое обслуживание. Я на опережение работаю. Если я буду работать от проблем, то есть вот мне приходят администраторы, говорят, это сломалось, то сломалось, пятая. Все, ребят, тут ни о ком развитии говорить не получится. Мы будем как за мухами гоняться, проблемно прихлопывать. Все, чем должен заниматься человек, это наладчик или как хозяин, да, это там лампочки менять, может, где-то кафель отклеился, может, там где-то замок подрегулировать. Никаких глобальных вещей в комплексе ломаться не должно. Если что-то глобально ломается, это все, это уже утопия, это надо что-то модернизировать. Люди не думают ни об амортизации, в первую очередь, ни о модернизации. Что такое амортизация? Люди говорят, да мы понимаем, что такое амортизация. Давайте я объясню. Вот есть такая круглая цифра, миллион ты сейчас назвал, да? Смотрите, вот в среднем бане возьмем, ну вот так, абсурдную цифру, живет 10 лет. Хотя я, в принципе, верил в то, что живет баня 10 лет, бытовая. Так вот, за 10 лет получится, что вы в год платите из миллиона 100 тысяч. 100 тысяч на 10 получится миллион. Теперь 100 тысяч разделим давайте на 12 месяцев, получим 8400, кажется мне, с математикой, может, не хорошо. Так вот, 8400 вы должны просто откладывать на будущую баню. Просто вот, как с куста, отдай на новую баню 8400. Но накопите вы на эту баню за 10 лет. Так как старая у вас, ныне существующая, красивая, сгниет по всем показателям, да? Но вы должны еще и ремонтировать. То есть об этом вообще мало кто задумывается. Помимо ремонта, есть еще такая модернизация, да? Я сегодня такой был светильник, завтра хочу такой покрасивее, а потом я хочу с пультом, ну, примеру. Или там не хочу такой стол, хочу такой стол подороже, там, тесанный, рубленный, там. У меня другие гости, я хочу стол за 300 тысяч, примерно. Об этом вообще никто на начальном этапе не думает. И вы получаете замкнутый цикл хотелок, в которых, в общем-то, живете, паритесь и не развиваетесь. То есть внутри у вас становится комплекс лучше, красивее, да? Но статистики показываются, как ни хрена не зарабатывали, так и не зарабатываете. Вы реализуете гостевые хотелки, я это называю. Вот. Ну, я немножко залез как бы уже в ту вещь, которая нужна не всем. А этот материал нужен вперед всего только очень маленькой части людей, которые хотят попробовать себя в этом бизнесе, имеют финансовые возможности, ну, и желания. Вот этим людям будет интересно вложить какие-то деньги, чтобы не окарать, будем так говорить. Познать, еще раз говорю, трудности, тонкости, взвешивать здраво на весах, надо ли им это. Если надо, шагать вперед. Если не надо, сказали, вот лучше я такую сумму потрачу и забуду этот бизнес навсегда. Или там, не забуду, пошел вперед. Вот такие весы будут для людей. Расскажи еще о моментах немного, как ты раскрыл в этом курсе привлечение посетителей налогообложения, найм персонала. Значит, налогообложение хитрая штука. Как я вам забегая вперед скажу, мы бани в аренду не сдаем по документам. То есть мы просто их не сдаем. Все люди приходят, оплачивают аренду, на самом деле в чеке, так скажем, написано другое. Вот. Раскрыли эту тему, да, однозначно. Сколько ты налоговоплатишь? Вот смотрите, предыдущий год, когда мы это снимали, был налог у нас 5000 квартал. Там 500, 500, 500, 500, что такое. Сейчас мы платим патент 12 тысяч в год. Всего лишь. Кстати, в материале в том нету патента, потому что снимали еще до изменения закона. Как привлекать клиентов? То есть вы можете шаблонно, стандартно привлекать при помощи рекламы. Я вам там даю такой дерзкий, борзый такой способ. Ну, скажем так, нынче все торгуют клиентами, но надо только уметь их собирать. Тоже даем рекомендацию, как привлечь именно к себе клиентов, которые готовы ходить в баню. К примеру, там или имеют снежные направления, скажем так, сауна, бассейн, не знаю, йога. То есть этих людей прям можно брать и заводить. А как по найму персонала? Значит, ну опять же, в соответствии с сегодняшним законом, можно сделать всех ИПшниками, так называемыми, разделить. То есть здесь как бы по налогам все легко и просто становится. Можно уйти вообще все в официальную часть, если это Москва или Питер, то есть где ценник позволяет. Или там, к примеру, какие-то города, где нет бани, люди будут стоять в очередь. Можно платить официально все налоги. Я больше имел в виду подбор персонала и контроль персонала. Значит, с подбором персонала вообще тьму-таракань. Есть такая у нас там видеофайл, будем говорить, есть такая, да, которая называется написание должностных инструкций. То есть, к сожалению, мы берем человека, ну рассмотрим его как пустую флешку, да, то есть он что-то умеет, но никогда не работал, к примеру, истопником или администратором бани. Здесь важная фишка – администратор сауны и администратор бани. Это вообще близко непохожие вещи. То есть приходят нам люди и говорят, мы администратор сауны. До свидания. Если вы не будете переучиваться, до свидания. Вот. Значит, написание инструкций – это обязанность собственника. И собственник обязан, кстати, работать именно над основами. Ну, мне говорят, слушай, скачай там с интернета там шаблон, там должностная инструкция, там кого-то, да. К счастью, это не работает. То есть вам необходимо будет написать те самые действия, опять забегая внутрь. Ты шаблоны даёшь? Да, шаблоны мы даём, объясняем, что такое действие. Вот. То есть человек должен прийти и как шестерёнка в механизме делать, 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 делать. Вот. Если он думает, что он там обязан, он так целый день и думает, что он там обязан, кто ему что там обязан, как в шаблонных. Вот. К счастью, надо как бы понимать, что есть другие виды инструкций, вы их составляете самостоятельно. Также у тебя прописаны все расходы по бане, загруженность бани. Я даже, более того, необходимые материалы, которые нужно продавать в бане. Ну, это да, параллельные статьи доходов. Вот. Даже даём рекомендации, как не покупать дрова, к примеру. То есть даже в тех городах, вот, как Орск, к примеру, у меня тоже приезжал на тренинг. В Орске нету берёз, как вот у нас туда везде там, и дрова там не продаются. Вот. Но человек с дровами живёт с бесплатными. То есть вот эти вот вещи окупаются как бы на ваших будущих расходах. То есть вложения в такие тренинги. Ну, мы понимаем, что весь мир до обед невозможно, там далеко ехать к нам и так далее. То есть эти вложения, которые вы затратите на приобретение курса, они окупятся в дальнейшем в качестве рекомендаций по экономии средств. Ребят, смотрите. Если мы сделали курс по банному мастерству, как парить, ну, домашний банщик, и мы его сделали с доступом всего лишь два месяца, ну, чтобы человек за два месяца прошёл этот курс и научился парить. Там ограничение временное. То вот этот вот курс по коммерческой бане, его нельзя сделать ограниченным. Нельзя сделать ограниченным по той причине, что человек с первого просмотра в первый месяц, в первые два месяца не поймёт. Ему нужно, ну, часть поймёт, а достаточно большой процент из этого он сможет понять только когда окунётся. Столкнётся с этими проблемами. Столкнётся с этими проблемами, окунётся в коммерческую баню. Поэтому этот курс мы сделали просто на файлообменнике. Человек его покупает, мы отдаём ссылку на файлообменнике, он его себе скачивает, и он становится его навсегда. Это первое, что курс навсегда, вы просто его скачиваете, и он находится у вас. Надеюсь, никто его не будет продавать. Ну, купит и начнёт всем продавать. Я очень надеюсь на порядочность. Второе, по стоимости данного курса. Я... На данный момент мы продали уже пять таких курсов. Есть уже пять человек, которые этот курс прошли. Они покупали его по предзаказу. Предзаказ стоил 20 тысяч рублей. Это пока вот не вышло вот это вот видео, пока мы не провели презентацию этого курса. Вот оно стоило 20 тысяч рублей. Сейчас его стоимость 30 тысяч рублей. Так что, если кто планирует открытие коммерческой бани, ну, это курс как раз для вас, чтобы вы понимали, с чего вам стартануть, и на чём вам нужно зарабатывать деньги. И поверьте мне, что эти деньги окупятся... Ну, если не в первый день, то в первый месяц однозначно. Либо вы просто не потеряете эти деньги. Ну, не то, что заработаете на такую сумму больше, а просто не потеряете эти деньги. Я вот помню одного человека, это Юра Саранц, который купил у нас курс, один из первых. Юра, привет тебе, кстати. Вот он приехал буквально ко мне на следующий тренинг уже по строительству и по вхождению именно в сам бизнес. То есть это немножко разные вещи, сразу скажу вам. То есть то, что вы покупаете, это весы, опять же, повторюсь, надо вам, это не надо. Хотя там уже процентов 50 раскрыто даже того, что я даю дальше. Вот. Второго курса пока ещё не существует, ещё не снимали, даже в идеях не было. Но именно где мы даём конкретные чертежи, там, 8 альбомов, электрика, сантехника, водоотведение, там, слаботочка, пожарка. В общем, всё-всё-всё, как построить и конкретные проекты, этого там нету. Но в этом курсе есть себестоимость строительства, привязана конкретно к... Ну, мы не стали делать цену земли, да, в вашем регионе. Мы просто говорим, что с учётом стоимости столько-то соток в Челябинске, это стоит столько-то на квадратном метре. Применив эти знания к своим, к своему прайсу, что ли, на землю, вы можете уже сформировать ваш ценник на входе. Вот, в принципе, и всё, наверное. Ребят, ну на этом мы видео это заканчиваем. Я смотрю, оно уже достаточно длинное получилось. Кому нужна информация по коммерческой бани, по курсу коммерческой бани, внизу будет моя почта. Пишите мне на почту, и всю информацию я вам туда скину. Так что палец вверх, и всем пока. Я думаю, что мы, может быть, даже сделаем первые один-два урока бесплатно, чтобы человек сначала посмотрел, что он будет смотреть, получил какую-то ценную информацию, а потом принял решение покупать или не покупать. Так что палец вверх, и всем пока. Счастливо.